Привет, дорогой мой друг, надеюсь тебе знакома фраза Ну, заяц, погоди Если знакома, то оставайся на этом видеоролике А если не знакома, то Пожалуйста, посмотри все старые выпуски Ну, погоди И потом возвращайся к моему видеоролику И поставь, конечно же, лайк За то, что я посоветовал тебе посмотреть Такой шедевральный мультфильм И погрузиться в то детство, которое было у нас Надеюсь, ты это сделал И приготовился смотреть мой видеоролик Ну что, начнем? 15 ноября появилась информация Которая форсилась, наверное, во многих пабликах В инстаграме и так далее О том, что в честь 50-летия Сэйвзмульфильм решил выпустить Ну, погоди Выйдет ровно 26 новых серий Которые должны будут дать новое дыхание этому мультфильму И, как сказала Ольга Голодец С которой вице-премьер Российской Федерации Это перезапуск, который станет подарком младшему поколению Насколько это будет подарок Мы еще не знаем Почему? Ну, наверное, потому что мы уже видели перезапуск Простого Квашина И мы все помним Веру Павловну Который отец Дмитрий, а она Павловна Ну, ладно Это все можно простить, наверное А современные дети вообще не знали Что раньше было Простого Квашина И что оно на самом деле было лучше Там не было никаких гаджетов Там не было никаких технологий Которые зачем-то впихнули в новое Простого Квашина Да, типа современность Но если вы говорите Что вы решили сделать перезапуск И решили вернуть старую атмосферу И показать детям 2000-х, так сказать Мультфильмы, которые мы смотрели раньше Или которые смотрели в начале 2000-х Они все-таки должны иметь схожий смысл Эти мультфильмы То есть нет смысла Сейчас показывают современным детям Старые Простого Квашина и новые Они уже просто не поймут, наверное, старые Когда есть новые В котором, типа, все современные И которые для них будут очень интересны Конечно же, сейчас пошло очень много споров Скандалов и интриг По поводу нового Так скажем, ну погоди Все говорят, что если будет новая рисовка То мультфильм уже сразу будет провален Так это или нет? Ну, скорее всего, да Потому что действительно смотреть Ну погоди, в новой рисовке Даже если она будет похожа на рисовку Простого Квашина Это будет уже не то И те, кто уже постарше Те, кто поколение именно Кто смотрел, кто вырос на этих мультфильмах Наверное, они скажут, что Нет, это какое-то наебалово И мы такое смотреть не будем Извините, это просто грязь в лицо По тем, кто вырос на старых добрых мультфильмах Как говорится Ну погоди, должен остаться таким, каким он был Та же графика Те же шуточки Тот же сюжет Просто с новыми сериями То есть нужно сделать действительно Очень грамотное продолжение Не нужно делать что-то новое Не нужно делать продолжение уже в современности Не нужно добавлять там волку, какие-то гаджеты Не нужно зайцу там добавлять какой-нибудь костюм терминатора И все тому подобное Это будет действительно просто провал тогда После этого ни один перезапуск Серьезно не будет восприниматься И уже любой перезапуск будет просто В корзине с мусором находиться Потому что, ну, никто не будет уже смотреть Насколько важен этот перезапуск вообще? Ну, наверное, очень важен со многих сторон С одной стороны, это просто показать современным детям Что вообще смотрели мы с вами в двухтысячных-девяностых То есть, извините меня, мультфильм был выпущен, если я не ошибаюсь, в 1969 году То есть вы понимаете, сколько поколений выросло на этом мультфильме И для скольких людей важна фраза Ну, заяц, погоди Сам мультфильм также еще важен не только тем, чтобы показать детям Нашим, так сказать, что сейчас вообще нужно смотреть Что вообще нужно придерживаться То есть, какие мультфильмы все-таки стоит оценивать А какие все-таки сделаны просто для того, чтобы были И которые ничему хорошему детей не будут учить Все-таки, ну, погоди, был посыл Мы все его понимаем Если не понимаем, то включаем заново все серии Смотрим и учимся добрым поступкам, добрым моментам И просто подчеркиваем для себя что-то иное в данном мультфильме Еще одна сторона медали Это, конечно же, все-таки загладить вину после простопашины Все-таки мультфильм действительно провалился Провалился в плане шуток, в плане рисовки, в плане анимации В плане подачи То есть мультфильм провалился Ну, это, конечно, чисто субъективно мое мнение Но я знаю, что с ним будут многие согласны И сейчас от перезапуска, ну, погоди, очень многое зависит Если он выйдет действительно хорошим И разработчики, не разработчики Ну, те, кто рисует, короче, мультики Они режиссеры, там, так далее Придержатся тому, чего хотят зрители То следующие их перезапуски действительно ждет успех Если все-таки они сделают что-то новое Что-то неинтересное, что-то современное Скорее всего, это не съедят Ну, да, это могут съесть современные дети, как говорится Кто не видел старых мультфильмов Я уже много раз об этом сказал Но это основная просто суть То все-таки дальше Вообще нет смысла делать что-то новое Точнее, что-то перезапускать Просто продолжайте делать свои новые мультфильмы Которые адаптированы под современное поколение Которые сами сидят в гаджетах И пускай там волки, зайцы тоже будут сидеть в гаджетах Окей, типа 21 век, все нормально, окей Конечно, я лично от себя скажу, что я очень жду перезапуск Я хочу прям уже сейчас включить все серии, посмотреть Но пока что, наверное, остается ждать приближения нового года И посмотреть новогодние серии зайца Ну, погоди И просто насладиться воспоминаниями И просто посмотреть, насколько это круто И насколько вот новогодняя атмосфера у вас будет переходить Поверьте, это действительно так От просмотра даже летних выпусков Ну, погоди Перед новым годом, даже просто вот в начале декабря Вы уже почувствуете какую-то вот атмосферу Которая была в начале 2000-х, в 90-х и так далее То есть, я не могу просто говорить за 90-е и 80-е и так далее Но все равно я знаю, что новогодняя атмосфера раньше была лучше Дети не сидели в компьютере в новогоднюю ночь Не сидели просто 30-31 декабря Мало кто сидел в телефонах и в компьютерах Это просто не было даже у людей И от того, что люди не сидели в компьютерах Они либо гуляли, либо помогали родителям в кухне Либо же смотрели по телевизору старые серии там каких-то фильмов, мультфильмов То есть, сидели просто вот и наслаждались этим Никто даже не говорил о том, что, например, там Карнавальная ночь Или же Львову Васильевичу меня пофессию не повторялись Об этом никто не говорил Все просто сидели и смотрели по несколько раз в день Один и те же фильмы, но это было круто Поэтому ладно Новый год это новый год В выпуске по новому году я буду скоро делать Ну а пока, ну заяц, погоди Ждем новых серий Их выйдет 26 Выйдут они, к сожалению, только летом 2020 года Еще ждать чуть больше, чем полгода Поэтому ждем Еще раз ждем И верим в то, что будет просто круто Всем спасибо за просмотр данного видеоролика Всем удачи и...